Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дима, ты чуть запачкался. Байден ввел войска. Шахтер! Дима, бампер! Ты оплачиваешь много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Путешествуйте по Молдове! Я просто в сроке, что творится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проект Ферезагран стал первопроходцем по многим интересным, загадочным и даже опасным местам нашей страны. Пока в мире пандемия, мы исследуем затерянные уголки нашей маленькой вселенной – Молдовы. Сегодня у нас новое путешествие, благодаря которому, я уверен, многие из вас ринутся в потаенное ущелье реки Черно в Шалдонежском районе. Вместе со мной вы взлетите над Днестром, поучаствуете в сафари по ущелью Черно, посмотрите на мощные скалы, милую речку и водопады, а потом мы покатаемся на местном биотранспорте. От Кишинева до Шалдонеж чуть больше ста километров или полтора часа на машине. День выдался солнечный, но совсем недавно лили обильные дожди, что спровоцировало не совсем приятные сюрпризы в самой локации, но об этом позже. А еще бывает, по дороге встречается и такое. Шалдонежцы с виду обычный молдавский райцентр, где все как везде – и старина, и новизна. Но это только с виду все так просто, потому что здесь живут настоящие экстремалы, с которыми я вас сегодня познакомлю. Кстати, вот еще заметная деталь – круг на шалдонежских дорогах не всегда главный. Не волнуйтесь, на сегодня это не единственная загадочная вещь. Мы пересели на более мобильную машину и движемся по ущелью Черно мимо одного из карьеров. Похоже, что он действующий, раз его так бдительно охраняют братья наши меньшие, которые, кстати, даже не представились. В чем суть претензий? Вообще, в этих местах добыто полезных ископаемых немало, и каждый такой карьер – своеобразная достопримечательность. Природа здесь, кстати, великолепная, не только благодаря видам, но и звукам. А ты слышишь, Дима, фон какой? Птички, кузнечики. Сперва мы посмотрим на ущелье Черное, и не только на него, сверху. А для этого нам нужен самолет. Мы не в кино, поэтому угонять его не будем, а обратимся к главному местному пилоту – Валерию. Вы только посмотрите, на каком румынском красавце я полечу. Нам помочь или вы так самостоятельно? У вас связь постоянная с аэропортом Кишинево. А развод на прослушивание. И если есть надобность, есть связь, постоянная связь с руководителем полета. Впервые взлетаю с поля. Странные ощущения. Перед полетом я не только засыпал инструктора вопросами, но и прошел подробный инструктаж. Вот наступаешь на белое. У меня штурвал тоже есть. Сначала безопасность, потом съемка. Все, поехали. Так и хочется сказать, как диктор в советском видеожурнале. Радостные граждане провожают геройский экипаж в далекую экспедицию. Вот оно, ущелье черно, как на ладони. Из окна самолета мы наблюдаем водопад и одно из местных озер. Согласитесь, вид потрясающий. И даже цементный завод его не портит. А наоборот, даже как-то добавляет экзотики. А вот вам мой крутой вираж. И, кстати, очень скоро я предоставлю возможность одному из вас оказаться на моем месте. Как? Смотрите выпуск до конца и узнаете. А пока взгляните вот на это. Этот водозабор качает воду в Рыбницу, а рядом Стройнский монастырь, скрытый в лесах среди скал. Заедем, как будет время, и посмотрим с земли. Теперь же под нами сельские пейзажи знаменитого Рашкова, который некогда был городом и даже региональным центром. Вдали скалы, охранявшие селение от врагов в прежние времена. Неподалеку монастырь Жабка. Когда я освоился в кабине пилота и наснимал молдавских красот из окна, пришло время порулить самому. И, конечно же, одним из первых моих вопросов был... Что делать? Сначала не рожду, потом ушел в проблему. Давай, пока, начинка. Давай, чуть-чуть даю. Лево даю. Я больше с вас, два, на метро. Свободная. Легким и свободным движением моей руки стало разве что к концу полета. Но комом первый блин не вышел, и приземлились мы в целости и сохранности. Комоция, где планета Земля. Да, красивейшая. Вообще не страшно. И знаете, почему не страшно? Не потому, что все по высшему разряду и супер безопасно, а потому, что я застрахован в Rapid Asic. И если со мной что-то случится, я на этом могу неплохо навариться. Посчитать стоимость страховки личного здоровья или автомобиля на сайте Rapido Sigmd очень просто. Ссылка на экране и в описании ролика. Так, за игрой в своеобразный автофутбол мы готовились к наземному вояжу по ущелью Черном. С нами в колонии идет настоящий ретро-автомобилист Родион вместе с наследником на самостоятельно собранном американском военном джипе, который, за бегу вперед, еще проявит себя на этой непростой трассе. Сама база этого дома. От Буська. Мотор остался тот же, коробка. Только остальное все. Металл. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Мы сейчас просто повыеживались, да? Нам не надо было в эту гору забираться. Можно обратно, если не хотите. Там дальше просто тупик. Молдавское сафари начинается. Мы ударяем таким импровизированным автопробегом по Шалдонежскому каньонному бездорожью. Но, как оказалось, бездорожье решило стукнуть одного из нас. Причем на первой же стометровке. Дима попал в покраску. Сука, блядь. Суну на разборку, янтрябый. Дима, у тебя краска есть? Все, я с вами никуда больше не еду. А, ну все нормально, держится. Пока все приходят в себя от первой неудачи, давайте взглянем на ущелье Черно с высоты, на которую мы еще не раз вернемся. Скоро мы увидим этот водопад сверху. А пока подошли к нему, как все нормальные люди. Вон, видите, сколько их. Преимущественно детей, а обожающих плескаться в прохладной воде. Но здесь, кстати, небезопасно. Надо осторожнее, потому что... Я тут змею видел. Ну а дальше начался бег с препятствиями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще нормально. Неплохо. Школьский был. Здесь, кстати, не всегда было, как сейчас. Когда сорвало дамбу наверху, здесь все ущелье было залито. Многие годы тот уровень воды был очень маленький. Но когда сорвалось, озеро сорвало, все это вымыло, углубило вот это маленькое озеро, или как называется, болталось. И тут уровень воды был выше моего роста. Я нашел, что искал здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Забираемся на высшую точку, чтобы дрон запустить и не потерять сигнал в этих ущельях. Пока мы отдыхаем, наш пернатый друг, оснащенный камерой, работает за всех. Запечатлевая для нас живописные окрестные пейзажи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впереди нас ждало не менее величественное, правда, не в настоящем, а в прошлом, зрелище. Когда-то, благодаря постоянной работе шахт, здесь было очень людно и бесперебойно работала железная дорога. Сегодня эта железная дорога используется крайне редко, разве что для снабжения металлургического завода. Мы осмотрели буквально все, и я даже чуть не заблудился. Здесь, кстати, располагался такой же вокзал, как и в Шалдонештах. Построили его в 1941 году румыны, уже во время войны, и прослужил он довольно долго. Теперь же здесь не так активно, как было раньше, но безлюдье тоже завораживает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот и железнодорожный тоннель, возведенный в конце 19 века, который верой и правдой служит до сих пор и мог бы стать интересной достопримечательностью для многих туристов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два авто, в буквальном смысле слова, влипли в историю, по сравнению с которой мои испачканные кеды не идут ни в какое сравнение. Сейчас очень мало. Не знаю уже. Из цепких, грязных лап дикой молдавской пересеченки, к тому же еще и сдобренной недавним ливнем, застрявших вытаскивал тот, кого можно без преувеличения назвать героем дня. Дай, что ли. Дай, что ли. Поджерик вернулся за вторым. Поджерик всех тащит сегодня. Двой мужик! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пригодился трос! Я на тревел-блогера не учился. И тому, что могу путешествовать по всему миру, я обязан своей работе в IT-сфере. Я знаю, что многие из вас не работают по той специальности, на которую учились, и все потому, что они не востребованы и слабо оплачиваются. Конечно, в такой ситуации вы хотите сменить работу. Сегодня есть возможность попробовать себя в новой роли уже на начальном этапе обучения новой профессии. Скиллбокс – это образовательная AdTech платформа, где пользователи проходят курсы, осваивают профессии и практикуются на кейсах компаний-партнеров. Миссия – это создание возможностей и формирование лояльности к новым онлайн-методам в получении знаний. За время работы Скиллбокс создал больше 500 образовательных программ, пригласил более 500 преподавателей и обучил 85 тысяч студентов, а то и больше. Девиз компании Скиллбокс – выбирай свое будущее. Скиллбокс обучает самым востребованным профессиям в направлениях дизайн, программирование, управление, маркетинг и игры. Вот вам всего несколько преимуществ обучения в Скиллбокс. Постоянный доступ к личному кабинету и модулю, спикеры, практикующие, специалисты, итоговый проект, помощь с трудоустройством. Онлайн-платформа Скиллбокс дарит три бесплатных модуля к любому из самых востребованных курсов по направлениям программирования, дизайн, маркетинг и управления. Не теряй времени, переходи по ссылке в описании и выбирай свою профессию мечты. А когда обучение тебя затянет и демо-версии станет мало, то назови промокод Скилл65 и скидка на обучение в размере 65% твоя. С испугом проехал все на скорости. Но нет худа без добра. Во время спасательной операции нам открылось что-то интересное из местных забытых историй. Раньше я такого не встречал. Это не древняя крепость, а варница. Она использовалась для гашения извести и постоянно бурлила, как вулкан. Вот как этот процесс выглядит схематически. Огнеупорные стены, вентиляторы, подача воздуха и даже кокса. Не шахта, а целый космодром. Согласитесь, неплохая локация для какого-нибудь исторического или фантастического блокбастера. И снимать будет дешевле, чем на Западе. Маршрут, по которому мы едем сейчас, открыл наш новый спутник Раду. Он здесь главный гид, экскурсовод и сталкер. Пока была добыча, сюда никто вообще, ни туристов не водил, ни сам не гулял. Я три года пытался открыть этот путь, адаптировал машины, делал специально для этих местностей. И вот этих всех протоптанных дорожек не было? Это все вы продаптали? Это все мои. В каждую воскресенье суббота тут квадроциклы едут. То есть едем по руслу реки? Не, не по руслу, а переезжаем. А, переезжаем, я понял. Это для проверки ходовой. Погнали. Несколько раз мы форсировали речку Черна, ощущая себя этакими пионерами прерий и каньонов. И нам было совершенно невдомек, что за эти 10 лет уже сотни туристов побывали здесь до нас. Атмосфера романтики первопроходцев или почти космических путешественников еще долго не покидала нас во время этого приключения. Каждый раз кого-то вытаскивают, кто-то ломается, и не один, а по нескольку все вместе вытаскивают тросами и везут на сервисы и сами дорабатывают. И делают так, чтобы больше не ломалось. Мы остановились у смотровой площадки, откуда открывается классный вид на местные, прохладные даже в зной, озера. Такая красота еще и сопряженная с желанием жить, это вызывает эмоции. Тут не просто жить хочется, но и взлететь. Что мы и сделали, в данном случае виртуально. Хватит с нас сегодня полетов. Кемпер поставил себе спокойно, туда можно прогуливаться или на лошадях, на ишаках. Ловлю на слове нашего гида. Надо готовить ишаков для следующего приезда сюда. Все чуть призадумались, потому что идущий впереди джип сел на пузо. Дима, у тебя что, дымится? Ни приседания на пузо, ни внезапные дымовые завесы, ни загар в виде молдавских грязевых ванн не стали преградой нашему продвижению, а освежиться мы смогли при очередном форсировании реки. Особую филигранность продемонстрировал джип американских вооруженных сил. Привет старине Байдену. А наши люди вообще проедут где угодно, пусть даже и на Баку. В общем, знатно форсанули. Хорошо, что камера всегда под рукой, и наши приключения никто теперь враньем не назовет. Здесь Раду ведет нас к месту соревнований и езды по бездорожью. Вот человек суровый, прям по крапиве идет. Смысл соревнований таков. Чье авто проедет вверх по каменному склону под углом 45 градусов и коснется нужной точки, тот победил. Только я заехал без лебедки, остальные все с лебедки. И тут можно ночевать, поляна вот хорошая, палатки ставим, музыку слушаем, ровность местная. И прямо что красиво и чисто, и стараемся не мусорить. Далее мы и газу, и джазу, и даже машины немного пораскачивали. Чего только не приходится делать во время экстрим-похода по непознанным местам Молдовы. Я просто в шоке, что творится. Мы поэтому едем первые на самом мощном пикапе, чтобы, если что, того, кто сзади, вытащить. Вот Дима едет за нами, он застрял там, где мы проехали довольно легко. Но все-таки гольф очень низкий. В наше время просто гулять по шахте, как это делаю я сейчас, это очень банально. Нужно либо на каяках по ним плыть, либо хотя бы на машине. Да, вы не ослышались. Мы так много говорим сегодня о шахтах, что грех не заглянуть хотя бы в одну из них. Правда, истории с ней связаны порой очень жуткие. Например, когда-то там нашли труп. Я с тех пор туда не хожу. Едем в шахту на машинах, это сумасшедшие люди. Ребята, мы едем теперь на машине по шахте. Пока одни наведываются в шахту, другие коротают время, штурмуя на скорости ближайший пригорок. Дима не может остаться в стороне, он тоже пробует. По дороге я сделал традиционную закладку в скале, и вы можете увидеть ее координаты на экране. Помните, я обещал, что не только мне доведется полетать над ущельем Черном. Самый шустрый подписчик Zurgalabel, который доберется до этого места, получит спрятанный здесь заветный билет на самолет. Как по асфальту. Подобные асфальтовые ощущения, конечно же, были не везде. Сквозь новые препятствия и мимо установленных при Союзе линий электропередач мы движемся в сторону цементного завода и выхода из ущелья. Последний ужас. Станет ли он последним? Если не продолжим движение, не узнаем. Дима, ты чуть запачкался. Ты чуть запачкался. Нокти мои ногти. Все, мы уже поднимаемся, значит, грязи как минимум не будет, да? Ну, надеюсь, уже не будет. Ой, это нервненько. Это количество грязи, что ли? Очень боюсь. Не того я боялся в этом путешествии. Оказалось, что на какое-то время мы потеряли тропинку-ориентир. Как-то мы заболтались, а дорога-то исчезла. Ее просто нет. Дима пошел искать хоть какой-то проем между кустами, где можно проехать. В тяжелых поисках наиболее безопасного и наименее грязного выезда из долины мы достигли местной железной дороги, пролегающей вдоль всего каньона. Как жаль, что Молдова схожа со Швейцарией лишь по степени природных красот, а не по инфраструктуре и творческой мысли в сегменте туризма. Если бы можно было привлечь инвестиции, то небольшой прогулочный поезд достойно украсил бы эти места и привлек желающих полюбоваться здешними видами. И снова цивилизация. Пришло время умыться родниковой водой и хотя бы попытаться привести внешний вид в некое подобие порядка. Какая прекрасная деревня. Здесь есть люди и дорога. Отдохнув и заправив баки, мы вернулись к ущелью, чтобы доделать начатое. Впереди нас ждет местная ферма, где разводят лошадей, косы и даже ослов. А пока трудный путь на колесах. Наконец наши старания вознаграждены. Среди лесной чащи нам открывается водопад, который нашел себе путь с отвесной скалы. Чистейшая вода играет всеми цветами радуги. Под конец пути на ферму местная природа, как показалось, решила нас наказать за самоуверенность. И мы увязли в грязи. Не обошлось даже без травм. Первый способ помочь выбраться из грязи, севший на пузо машине, накидать веток под колеса. Но так можно потерять резину. Вход идет. Даже личный вес водителя. Дима тоже помогает раскачаться. Мы в дерьме. Мы в дерьме. Запрягайте коней. Трос есть, трактора нет. Придется подключать несколько человека лошадиных сил. Для таких случаев в лесу есть даже специальный регламент. По нему мы уже скоро должны будем искать помощь. Кое-как продвижение пошло, но с тяжелыми потерями для зеленого вездехода. Которому из-за нашей глупости и самонадеянности повезло меньше всего. Дождевая вода – лучшее средство для чистки фарбризов. Ставь, Дима, стань! Задний бампер! Дима, бампер Дима, по-моему, ты испачкал машину Ты оплачиваешь много Антон Похотин впервые на съемках Ферра Заграна Как тебе? Закастомизировал одежду А ты говорил, что я на расслабоне вообще катаюсь, просто все снимаю Удовольствие, классно Путешествуйте по Молдове Чтобы увеличить площадь соприкосновения шин с грязью Раду применяет все свои навыки выживания в дикой природе Последняя надежда Еще одна потеря Когда казалось, что все это не закончится никогда Тогда подошла помощь Нас вытащил трактор, но учитывая, с каким упорством мы боролись, проигравшими себя никак не посчитали Впереди у нас ферма со слами и лечение старого фольксвагена Дима, ты думаешь, что просто подорожник приложил и все зажило? Подорожник А, люцерна Едим, едим в соседнее село Точнее, это не село, а ферма, где нас ждет вино, брынза и компот Наконец-то добрались и не теряя времени заправляемся Здесь нам рады все И лошадь Машка, и ослиха Стелла, и овцы с козами, которых тут вообще целые стада Вода здесь чистейшая, а дети бросились осваивать местный транспорт Благо, есть с кого брать пример Местный ковбой Взрослые тоже не отстают Все хотели ощутить себя наездниками класса люкс Ну что, ковалеи? А, друзья! Но не у всех получалось оседлать это буйное животное Что-что-что-что-что-что-что-что Не опустите Стойте Нет, вот так Здесь мы и заканчиваем путешествие Молдова только с виду маленькая, но если присмотреться, и жизни не хватит на то, чтобы увидеть все ее красоты и познать все ее потайные уголки. Но мы попробуем. Подписывайтесь на Зургалейбл и смотрите новые выпуски проектов Эрозаграм. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok